Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за нового лидера, Рамсеса II, Сидмер Стивилизейшн 6 на последнем уровне сложности на божестве. Но хочу небольшое объявление сделать, потому что буквально за несколько часов до того, как я начал записывать вот эту серию, появилась информация, что в Фераксис анонсировали следующую Циву. Прямо так написали у себя в Твиттере, следующей Циве быть. Я думаю, что это Цива 7, но на самом деле не стоит так уверенно говорить, потому что это может быть и что-то типа Beyond Earth, то есть, как вы помните, после пятой Цивы еще была Сидмер Стивилизейшн 5 Beyond Earth, то есть на движке пятой Цивы они сделали игру про другие планеты, возможно и тут такое будет, но я все-таки ставлю на седьмую Циву, что скорее всего это будет седьмая Цива. Не делаю отдельного видео, потому что, собственно, показывать нечего, они только анонсировали никаких, ни скриншотов, ничего, вообще ничего нету, абсолютно. Известно только, что креативным директором будет Эд Бич, это геймдизайнер шестерки, поэтому это еще может быть предполагать, что это не седьмая Цива, а что-то на движке шестерки какой-то. Вот, продолжение, но это пока вся информация, которая есть, поэтому тут что-то рассказывать или показывать в принципе невозможно. И параллельно при этом уволились из студии Джейк Соломон, это создатель XCOM и Marvel's Midnight Suns, и глава студии, не помню как его зовут, честно говоря, тоже проработавший 27 лет. Это все, видимо, в связи с провалом Marvel's Midnight Suns, и поэтому экстренно стали делать следующую Циву, чтобы немножко поправить финансовое положение. Ну ладно, теперь вернемся, собственно, к нашему Египту, к нашим Рамсесам. Так, тут у нас происходит... Блин, я надеюсь, что он не сюда пойдет, все мои райончики похерят. Очень не хотелось бы, честно говоря. Так, мы можем здесь уже поставить производство, да? В этом городе, собственно, только на Бавовне и можно, да? 30% к производству военных юнитов. Слушайте, а почему Бавовна, кстати, дает 30% к производству военных юнитов в городе владельца? Это прям... Прикольно, да? То есть, оно прям реально как... Сейчас вот в этой спецоперации Бавовна, и сразу можно больше военных юнитов напихивают в Украину. Ну, наверное, ставлю. Еще раз посмотрим. Ну, в ИУ, ну... Тут в ИУ, ну, наверное, на соль можно будет в будущем. Да ладно, ставлю здесь предприятие. Так, тут я решил сюда город ставить. Будем, надеюсь, что мы Антон Нариву возьмем. Ну, собственно, это в золотой век выход означает. Блин, или... Ну, тут производство вообще очень долго не будет. Сюда, конечно, караванчик какой-нибудь отправить. Тут вообще нету никакого производства. Да, Хельсинборг, конечно, хреново. Ну, не знаю, почему Швеция сюда повела, вместо того, чтобы сначала здесь поставить город, а потом уже сюда везти. Так, там мы все скаутом исследуем, так что прачником можем возвращаться. Так, движется на северо-запад. Ну, жопа. Северо-запад. На Эдфу. Ну, значит, еще этих лошадей, видимо, развалит мне. Да, кстати, забыл еще сказать в начале, что если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии. Ссылка в плейлисте. Ссылка на плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. Спонсоры канала все серии видят намного раньше. И тоже в этом же плейлисте могут их найти. И большое спасибо им за поддержку. А в первой серии еще и объясняется, какие у нас тут челленджи и сейв первого хода есть. Так, все, теперь вот можно меня выключить, я думаю. Так, что мы в фивах. Я в фивах откладываю производство. Хочу сразу же Центр коммерции начинать строить. Блин, это, конечно, дипломатическое поменять бы. Ладно, мы уже откроем следующим ходом игры и развлечения. Угу. Так, тут откладываем производство. И, в общем-то, все, можно уже заканчивать ход. Так, ну да, могу пообещать, потому что в ту сторону я уже не буду селиться. Хотя, может быть, тут, возможно, какой-нибудь еще город, но я подумаю. Вряд ли. Тут, конечно, заповедник в нихе не надо. А какие у меня войска около... Вот этот прачник, что ли, он боится, что я прачником нападу. Так, меняем на плюс два влияния. Это, подождите, надо проверить. Может, еще куда отправим? Может, в Ватикан отправить при активации великого человека распространение 400 влияния вашей религии. Знаете что, давайте, наверное, в Ватикан отправлю такие посла. Просто, чтобы еще вера капала. И даже, наверное... Блин, не хочу его союзить, потому что это очки эпохи даст. И у нас и храмы не построены пока. Пока союзить не буду, просто ради того, чтобы карточку поменять. Ну, вот это два посла, чтобы нам дало. Остальные не хочу ни в какие. С двумя районами жилье. Нет, наверное, пока... Нет. Тут центр коммерции. Так, тут священочка доделывается. Вот этим я бы отправил янтарь, наверное, обработать. Или даже, наверное, железо. Блин, давайте обработку железа пока остановим. Пошли навигацию по... Вообще, нам надо еще рабочих. А, нет, смотри-ка. Странно. Было написано, движется на северо-запад. На самом деле, двинулся на юго-запад. Или там С. Движется на северо-запад. Конкретно. Прямо написано. А двинулся на юго-запад. Как я право-лево путаю. Тут вот тоже немножко перепутали. Ладно, пошли на янтарь. Отправим. Вообще, я могу там... Подождите, я же могу рабочего и купить. Но, с другой стороны, я хочу купить поселенца скорее. Так, тут у нас идет. Нет, давайте мы лучше... Ладно, не должен поселенца убить. Вот сюда нам надо еще город поставить. Давайте просто купим. Странно. Что-то очень много денег у меня в этом прохождении. Хотя, вроде, никаких бонусов на это нет. Так, а вот эта армия выдвинулась на Берлин. Надеюсь, на Берлин. И они тоже начнут воевать. Напоминаю, у нас воюют Вавилон и Мали. Надеюсь, они еще воюют. А, нет, уже замедлились. Ну, конечно, ничего никто не достиг. Походу, Мали, конечно, подселил Вавилон. Надеюсь, что сейчас начнут еще вот эти ребята воевать. Кстати, пока оборонительную тактику открывать. В общем, я бы и военный лагерь не помешал. Кроме того, я говорил, что я ГГшки буду бомбардами забирать. Но у нас может не быть селитры. Вот в чем проблемка-то. А Зулус ко мне уже караван отправляет. И тут какая-то тяжелая колесница бегает. То есть тут... Ну-ка, а что я из этого каравана имею? Я, походу, ничего не имею. Надо бы, конечно, вот эти клеточки купить. Может, надо было карточку на клетке. Ну, надо соль еще обработать. Ну, вот из того, что я не исследовал, мне вот эту часть надо как-то исследовать. Но пока мне... Вот там какая-то ГГшка идти есть. Торговая. Но пока мне не предложат сами ребята открытые границы, я ничего сделать не смогу. Так, тут будем вырубать. Тоже клетку надо выкупить. Все они, значит, откладываем. Ну, тут нету смысла ставить. Мы Антона Нариву будем забирать. Не знаю, вот мне почему-то хочется сюда ставить, а не на побережье. Выглядит посильнее именно тут город. Выкупить этот скот? Нет, наверное, нет. Мне вот тут еще деньги нужны, чтобы пока не выкупаем. Ну да, поставлю сюда город. И, в общем-то, на этом расселение можно считать завершенным. Я думаю, тут пускай появится ГГшка. Брюссель мы будем захватывать. Антона Нариву захватывает. Вот с кого начнем? Ну, надо либо Антона Нариву, либо... Короче, Антона Нариву и Брюссель будут первыми. А потом уже подумаем по поводу Торуги, Унсы. Ватикан я бы оставил. Да, что нам здесь строить? Ну, тут бы я... Кстати, а вот тут было бы неплохо реально военный лагерь. Да. Вот сюда причем. Я все равно следующую клетку должен тоже выкупать. О, да. Вот тут военный лагерь в тему. Тут еще не распространена религия. То есть сюда еще не доходит... Так, вообще, нам надо бы, конечно, миссионера. Соточка. Не хватает. Тогда я тут отложу производство. Дождусь... Центр коммерции буду сюда ставить. На один ход, напоминаю, можно производство в городах откладывать. Постоянно спрашивают, насколько... Когда-то, когда игра вышла, можно было бесконечно откладывать. А сейчас только на один ход. А вот науку и культуру после открытия можно бесконечно откладывать. Черт. Тут не... Так, давайте тогда зал для приемов построим. Блин, я забыл, что у меня тут не хватает жителей. Черт. Рынок. Покупаем миссионера. Будем религию распространять. Так, куда этим скаутом... Бежать надо в города. Полечимся. А то можно будет туда еще немножко пройти. Не, ну если он... Если Швеция Берлин не берет, то Хельсенбург отваливается, несомненно. Откуда у меня так много денег? Собственно, реально... Плюс пять от монополизации редких ресурсов. А, мне еще эти по договорам дают денег в ход. Вот откуда у меня до хрена денег. Точно. Вот это, кстати... Слушайте, я вот, честно говоря, немножко забивал на такие договора, когда я не... Ну, я понимаю, что у нас челлендж, и мы вынуждены принимать все договора, которые нам дают. Оказывается, в начале игры это очень даже неплохо. Я просто три поселенца купил. Блин, тут, конечно, серьезный поводок. Вот погибло, интересно, население в Антона-на-Риву или у меня? Вроде как не у меня. Тут повышается урожайность извержениями вулканов и еще вот этими. А, да, кстати, у нас же паводки не действуют на Египет. Так что у нас это и не могут... Не может никак на нас повлиять. Так, сольку делаем. Колесо ускорили. Можно теперь... Ну, давайте все-таки навигацию... Или инженерное дело давайте потихонечку. Древние стены еще бы построить в Иуну. Блин, а тут надо было вырубать-то с Магнусом, а я вырубил все, ну... Ну, ладно, хоть зал для приемов быстрее построится, но все равно. Все равно. Этот на янтарь идет, тут шесть ходов до рабочего. Тогда здесь давайте... Хочется и лошадей, но я бы... Я бы... Вот эту рыбу обрала, чтобы два ресурса морских было обработано. Так, распространяем сюда веру. И что, и нету зороастризма, нифига себе. Вот это прикол. А, жилья недостаточно. Ну, тут на производстве и стоит, в общем-то. Колесо ускорили, а паданы кто-то построил. Да, кстати, я сам могу к ним тоже делегации поотправлять. Ну, пока не хочу, видите, не собираюсь здесь пшеницу. Хочу, чтобы пока поросли города. На этой пшенице. Все, расселение можем считать завершенным. Кристина Мали объявила войну? Ну, вы прикалываетесь. И как она с ним воевать собирается? Почему не Германия, блин? Как раз с Германией круче всего было. Да, я уже молчал, что Берлин надо забирать. Да. О, через один ход сам обратил. Ладно, один ход. Тогда надо и Уну обращать. И у нас еще послы появились. А что вы, Текан, хочет нанять великого торговца? Ну, это, кстати, возможно. Это возможно. Но не сейчас, но со временем. Конечно, тут у Мали больше всего. Набивается своими сугубыми там. Но, в принципе, нанять великого торговца можно будет. Отвалился город Швеции. Так, оборонительных зданий. Может, кстати, вот это поставить, карточку? И в Иуну, до военного лагеря построить стену? А, у нас стены еще не открыты. А где они? Подождите. В каменной кладке. Так, давайте мы... Ну, у нас одна всего лишь каменоломня, и мы хрен знает, когда ее обработаем. Так что давайте просто каменную кладку откроем. Создание строителей и производство в городах. Блин, я бы не менял пока. Так, а сколько стоит тут ладь? Блин, а где я хочу купить... Откуда вот эти корабли прибывали? Мне кажется, тут еще какие-то острова есть. Потому что вот эти галеры... Ну, вот они с этого лагеря. Я хотел бы купить галеру какую-нибудь. А негде. Еще он может больно бить. Так, это ж не стреляющее, да? Пошли прачником сюда. Ладно, пока военный лагерь доделываем. Может, кстати, поменять местами, пока... Они все равно никак не действуют. То есть прокачать пингалу... Ну, хотя тут еще куча всего вырубать. Еще в фивах есть. Под магнусом. Тогда... Тогда давайте просто какую-то... Давайте лян в эдфу. Рановато еще менять местами. Тут бы, конечно, отложить на один ход, пока лян не прибудет. Чтобы дополнительный заряд был у рабочего. Может, кабарану способности поставить? Потому что я боюсь... Тут сила 10 вполне может. И одной галерой. С другой стороны, мне все эти карточки нужны. Ладно, пока оставляю. Посмотрим сейчас, как проатакуют город. Так, обратилась Сенов за Растризм. Фивы и Уну. Так, начинаем тут влиять. На всех вокруг узулусов религии нету и не будет, как я понимаю. Слушайте, а еще одна религия возможно, да? А еще три религии. То есть у нас только у швед почему-то... То есть Мали без религии, да? Конфуцианство на другом. Ну, конфуцианство, мне кажется, это этот... Какой-то из кита... Китаец, скорее всего. Ну, во всяком, вообще будет прикольно, если китаец. Ладно, ничего тут... Пока не берем и не строим. Блин, латники. Вот латники, конечно... Он уже может захватить мой город латником. Ввелон, конечно, это сумасшедшая фигня. Так, пирамиды уже там построили, я помню. Все в нормальный век, а я в золотой. Так, ну и что мы берем? Монументальность. Я не собираюсь за веру покупать, а за золото, чтобы быстрее. С другой стороны, центры коммерции могут науку давать. Ну, вот это неинтересно, я не собираюсь тут через религию. Блин, монументальность либо вольнодумство, вот в чем вопрос. Не знаю, я считаю, что мне развиваться сейчас надо. То есть, у меня больше строители нужны. Рынок есть. Так, военную подготовку отложим. Что военный лагерь мы строим. Блин, вот это мне не нравится уже. Черт. Черт, давайте поставим карточку на юниты. И немножко построим юнитов. Блин, наш уникальный. Не, давай сначала прачников. У нас прачников два, да? Да. Нам третий нужен. И нам бы луки открыть, конечно. Давайте, наверное, вот так еще сделаем. Блин, дай пройти. Антона Нарива уже наплодил. Нам все равно юниты будут нужны для... Захвата ГГшек. Так, потому что, наверное, я хочу вот этот город обратить. Блин, рабочим походил. Там 8 написано ходов, что он сам обратится вообще-то. 28, 26, 6 ходов. Этфу. Три хода. Ну, да, давайте, наверное, какую-нибудь... Вот унсу, где больше жителей, тот лучше и обращать. Блин, рабочим случайно походил. Блин, и выуну, конечно... Так, торговый путь. Давайте, наверное, в Нихене купим. Торговца. Просто в Нихене производства нету. Ну, я обязан соглашаться. Бля, совместная война с Хабурапи. Черт. Да, слушайте, вот этот челлендж... Сложный. Хорошо, Хабурапи увел сейчас своих латников. Блин. Так, снижено за производство, давайте. И плюс 10 к мощи зороастризма. Очень хотелось бы, чтобы все из этого прошло. Блин, и сейчас Зулус объявит войну, будет... Неприятненько. Так, производство прошло. Зороастризм прошло. Так, а какие у нас союзники в Хабурапи? Торуга. Ага, она сейчас с Торугой воюет. Блин. Ну, хотя у него... У Торуги Вавилон армию купил. Так бы я... Типа я все равно так бы с этой армией и воевал. А, так сам Сунди Кейта, он с ним не был в войне. Ну, и я ему объявил. Ну, конечно, там больше у него проблем с Мали, чем со мной. Я так надеюсь. Кстати, в Сену отправим. А, хотя в Фиву то же самое, да? Ну, я, наверное, в Сену отправлю, чтобы быстрее просто караван пробил. Потому что одинаковые две еды, два производства абсолютно одинаково. Так. Так, рыбацкое судно есть. Рыбацкое судно есть. Открыли навигацию по звездам. Блин, латник. Ну, 20. Ой, я... Так. Право прохода. Ну, окей. Такие, конечно, предложения. Но я не думаю, что он будет воевать, когда у нас право прохода есть. Хотя неприязнь. У меня были хорошие отношения с Вавилоном. Эта тварь заставила ему войну объявить. Так, надо сюда апать. Так, надо сюда апать. Сюда стрелять. Как слабенько. Блин, мне бы еще железо обработать. Может, здесь купить рабочего? Сколько он будет стоить? 55 веры. 55 веры. 55 веры. Надо покупать. Надо железо обработать это. Да, слушайте. Вот этот челлендж сложный. Что ты должен принимать все договора, которые тебе предлагают. Что ты не сможешь тут со всеми в дружбе быть. Потому что мне точно будут предлагать, типа, вступите в войну. Так, лян отложим на два хода. Давайте гавань начнем. Пока лян не прибыла, нет смысла рабочего заканчивать. И может, Виктора в Иону, кстати. Что у нас? Вот этот латник, это, блин, серьезно. Сейчас еще какая-нибудь Кристин. А, но Кристина с Германией не воюет. Кристина с Германией не воюет. Ну, просто будет прикол, если еще мне с Германией предложат воевать. Так, тут юниты надо делать. Кстати, в принципе, отараны тоже ж неплохо. Но я бы лучше все-таки начинал с катапульт и требушетов. А где требушеты военной инженерии? Что-то тараны, осадные башни. Еще древние стены надо строить. Ладно, давайте воинов. Штучки две хотя бы еще сделаем. Зал для приемов. Два хода до возможности Центра коммерции, наконец, построить. Тогда давайте святилище. Оно дает пищу у нас уже в этом городе. А, он просто сюда встал. Блин, но не ваншотнет ли он мне вот эти все юниты? Так, военную подготовку открыли, я так понимаю. Блин. Ну, я не могу отойти лучником, потому что я не смогу выстрелить. Рискнем. Но мне кажется, даже такой латник ваншотает уже лучника нет. А, давайте еще так проатакуем. Так, здесь строим стены. Причем можно, собственно, карточку на стены поставить. Или я не открыл, подождите. А, я не открыл военную подготовку. Давайте военную подготовку тогда откроем. Чтоб карточку на стены можно было поставить. А знаете, что еще можно поставить, между прочим? Лайк этому видео и оставить комментарий где-нибудь под ним. О том, что происходит, как вам это все нравится. Если очень нравится, то можно стать спонсором канала. Или другими способами как-то финансово поддержать. Например, суперспасибо. Или просто перевести через PayPal что-нибудь. Все реквизиты, опять же, в описании и в прикрепленном комментарии есть. А также подписаться на канал, если вы еще нет. Вот плашка тут где-то сверху появляется. Или в мои социальные сети заглянуть. И там что-нибудь подписаться и что-то сделать. В общем, поддерживайте канал. Спасибо большое тем, кто это делает постоянно, регулярно. Ради вас и стараюсь. Давайте продолжим. Подойдем, наверное, на всякое изучение. Не знаю, будет ли тут, типа, соседство как-то работать. О, я могу сразу обработать. Железо. А теперь вопрос. Дадут ли мне мои соседи по континенту накопить достаточно железа, чтобы апнуть хоть какого-нибудь воина в мечника. Так, мы математику открываем, да. О, отошел. Зашибись. Так, это хорошо. А, и вернулись юниты? А куда, латник-то? Вернулись юниты, похоже, дороги. Слушайте, так раз у нас такое дело может попробовать торугу именно сейчас забрать, раз мы в войне с Вавилоном. Доход от мародерства и набегов. Да, тут, значит, ставим на оборонительных зданиях и стены быстрее строим. Так, в фивах, наверное, каравай. А, мы караванчик купили же уже. Наверное, просто пока стоим в защите. Сколько стоим нужно? 13 железа. Мне кажется, не дадут накопить. Нас будут постоянно просить продать железо им. Блин, слушайте, а в этом реально сложность. То есть, а как мне апаться, если мне не будут давать накопить стратегические ресурсы вот этими всякими предложениями? Будут постоянно их у меня скупать. Так, а давайте Ватикан засоюзим. Правда, я боюсь... Да не, я не должен Вавилон его захватить. Пусть Таруга с Ватиканом воюют. Тем более, что у Ватикана неплохая армия. Слушайте, а может мне у него купить? 480. Так, а стены какие у Таруги? Древние стены. Хммм, а давайте, наверное, Таран реально... Так, слушайте, а далеко нам до осадной башни? Машиностроение. Через древние стены. Так, давайте Таран строим. Мы ее апнем. И я бы уже нацеливался на Таругу, получается. Только мне очень надо апнуть... Апнуть, получается, в мечников. Потому что мы не захватим город. Караван из Мендеса. Просто стоим. Так. Ртуть обработаем. Ну, тут после монумента уже будем этот делать. Заповедник сразу. Давайте подумаем, правда, где конкретно. Надо рядом с этим чудом. Но так, чтобы и соседние клетки еще неплохо как-то. Ну, видимо, вот здесь. Мы не можем рядом с центром города делать. Тут у нас вариант либо тут, тут и тут. Но здесь нам вот эти клетки не будут до... Хотя... То есть, только вот эта клетка. Мне кажется, вот здесь надо ставить. То есть, до этих клеток город дотягивается. Просто здесь мы не доставим. Вот тут у нас не будет достаточно престижа. А вот если сюда поставим, то будет. Кажется, сюда надо будет. Ладно. Пометим. Магодиша встретил. Подождите, откуда? А где он вообще? А, да. Вот то, что я говорил, там, границы торгов. Как Магодиша вот тут допер до Ватикана своими юнитами? Неизвестный игрок? Слушайте, они кого-то еще встретили уже. Прикол. только Мали и Вавилон. Так, все-таки, может, тут есть еще кто-то у нас на континенте? Так, давайте, пока феодализм открывать. Блин, 800 силы. Ой, боюсь, что может нам объявить войну этот чувачок. Ладно, вырублено. А что сюда отправил рабочего? Кто-нибудь в курсе? Или я того из фиф, которого случайно отправил, он сюда добежал. Я его не отменил. Да, блин, ладно. Вырубим лес. Точно. А, нет, это на Газгаргаму. Блин, я уже испугался, что Зулусы объявили войну. Так, латника уничтожили. Ватикан с Торугой. Ну, получается, у Торуги вот этот латник и все? Выглядит так, во всяком случае. Так. Так, инженерное дело и машиностроение. В общем-то, в осадную башню идем. Но без мечников Торуга не возьмет. Нам нужны мечники именно. Катастрофическое извержение Килиманджаро. Так, здесь ртуть обрабатываем. И начинаем строить заповедник. Он сам после постройки вот эти клетки присоединит к себе, так что их выкупать не надо. Блин, а Мали же еще может попросить объявить войну Швеции, что ли? Он еще и со Швецией воюет. Так, в фивах наверное рабочего надо. И вот эти вырубать кустищи. Ну да, да. И может купить его за веру строить здесь армию. У нас же карточка стоит на юниты. Нет, у нас на оборонительное здание стоит. Блин. Давайте исторические хроники откроем. Тут тогда два хода колесницы Марьяну тоже в арбалеты апаются, да? Как и лучники сми не изменяет память, да. Апаются в арбалеты. Ну, может нам хватит уже этих арбалетов. тяжело. Какой нам юнит построить лучше? Ну, давайте наверное всадников. Один всадник построим. Пока у нас все лошади не скупили опять. Две ртути улучшено. А где у меня вторая ртуть? Антонарива наверное просто я разы союзник Антонариву? Нет. Так, тут меняем на карточку антикавалерийские юниты. Да. Дальше блин, я бы еще апельсинок ну, вообще если мы дорогу берем наверное не важно не хочет сейчас деньги на апельсинки тратить. Так, а что тут рабочий не нужен дороге что ли? может мы можем уже как-то атаковать дорогу? Юнитов нет, он только стрелять может оттуда, правильно? немножко покачаемся не должен убивать стреляя из города юниты мои. Все равно пока апать их не могу никуда. так, ну наверное можно рудник последним зарядом здесь построить. не хочу сфинкса пока. Что вообще сфинксы нам дают? Вера и культура два престижа. Две веры с построен рядом с чудом света и плюс культура если построен в пойме реки. Дополнительная культура после открытия естественной истории. Нельзя рядом с другими сфинксами. такое что-то честно говоря. У нас поймы рек для районов и чудес. но главное что он не исчезнет со временем и мы сможем его построить всегда. Так ну все я уже за Иуну не беспокоюсь и даже если чувак с силой 800 армии нападет я думаю что здесь мы уже точно отобьемся. военный лагерь я вот тут бы почитал наверное на генерала средневековья эпохи возрождения то есть как раз для арбалетов был бы неплох Тамерлан лагерь в У реально обучение военном лагере хотя конечно много производства требует Тонхенш построили Тонхенш построили Тонхенш то есть например если за союж селитру можно будет получать так здесь чисто на производство переключаемся создать квадрирему ну интересное задание почему нет так совместная война с Фридрихом Барбарусы как я так и знал блин ну я обязан принимать напоминаю челлендж я обязан принимать все предложения блин страфическое извержение отлично это кстати вы видели торугу как оно накрыло это здорово ну правда и моего моего дуболома накрыло но в принципе эту неприятность можно пережить ну так нужен таран как-то сюда провести таран должен рядом с центром города быть так ну тут надо лучника держать получать сейчас ко мне немцы придут вовремя я ушел кстати скаутом у немцев 316 ну там скорее всего немцы сейчас просто швецию захватят и все а блин у меня еще тут скаут фак ну давайте захватим рабочего и и и сюда встанем ну ханаем конечно скауту вырубаем лес фивах так может какое-то чудо тогда попробовать а я ничего не могу построить пиво пивах ну тогда надо не тогда надо идти кампус строить но для этого надо вот эту кукурузу еще сначала собрать тогда туда пойдем а тут буду армию делать катапульту я понимаю что у меня карточка стоит на не на катапульту но нам нужны катапульты армия у меня есть мне нужно сейчас деньги собрать чтобы апнуть вот у нас 5 ходов до арбалетов и мне надо так открыть чтобы поставить карточку а нет я не смогу я до наемников мне далековато тогда просто открываем потихоньку феодализм чтобы приобрести миссионера так а что-то не распространяется религия может реально миссионера купить и заняться распространением или подождать апостола и взять крестовый поход например и распространять или взять миссионера распространять на зулуса и тогда взять крестовый или на торугу давайте миссионера и копим на апостола правда еще храм надо для этого построить чтобы апостолы были ты смотри выжил осуждает уже зулус нас осуждает ну и самая большая армия о снизошло озарение на торугу так хорошо тут моя религия будет сама распространяться неплохо но надо и подмочь то бишь пообращать зулусские города так коляска появилась лучника он вроде не может пока убить так что пообстреливаю еще и повышение будет хорошо так лошадью сюда вбегаем но нам надо окружить торугу по идее если сюда встану то будет в осаде считаться лечимся сваливаем тут надо где-то стоять просто скаутом смотреть идут ли юниты кстати довольно быстро заповедник строится нормально стоим в обороне так ну следующим ходом по идее мы должны смочь вот этого парня например в меч не капнуть если меня никто не попросит железо да обещание данной германской империи нарушено так и есть но меня заставили меня заставили шведы говорят не не объявишь войну германии будем тебе карлсона читать круглосуточно на шведском таран таран к сожалению не работает на верховые юниты да все видите в осаде то есть только на вот эти рукопашные и могу апнуть блин еще одно железо требуется надо вернуть ватикан в войну не не хочу слишком много боли получит наш юнит ну где-то здесь наверное будем стоять так 118 монет ну давайте лучников строить у нас впереди арбалеты как минимум три лучника мы успеем и деньги у нас будут на их апгрейд пошли железо обрабатывать тут строители ну наверное центр коммерции так а священное место на плюс один ну кстати можно будет потом рядом несмотря на то что это такая все гора нам священные места на реке нужны смотрим мега извержение фланта на риву ну хорошо пока не захватили пускай улучшаются клеточки там так значит стоим следим за немецкими войсками е так ну слушайте пока нормально все пока нормально тут позже буду буду вырубать лес когда будем кампус строить так здесь вот надо купить клеточку сто процентов чтобы железо быстрее капало у нас слишком много апать надо так значит вырубаю когда будем кампус строить а кампус мы через два хода будем строить тут стоим стреливаем слабо конечно стреляющие юниты работают против городов но мы уже подводим он у меня уже и катапульта идет 800 сил из улуса неужто не объявят господи что тут у кардифа появлялось так я бы еще кардиф засоюзил что кардиф хочет создать кампус о дуибл да и у меня еще два посла как раз так мне надо поставить карточку первый посол запихнуть в кардиф то я уже засоюз его мечника всовываем сюда следующим ходом начнем кампус строить пока ждем возможность вырубать лес тоже стоим вторую куда-то караван отправила рыцари уже фак а мне не убьют ли случайно этого дуболома рыцарем да и вообще тут рыцарем могут много кого убить ну ладно это придется пожертвовать некоторыми юнитами к сожалению но я думаю насколько хорошо это получится пожертвовать в надежде захватить таругу уже в следующей серии вы увидите давайте булаваю обратим и на этом я серию закончу даже даже булавая не обратилась блин спонсоры канала могут уже поискать продолжение в плейлисте ссылка на который в комментарии в прикрепленном к этому видео есть до всех остальных оно появится завтра не забудьте комментарии написать лайк поставить и играйте в умные игры живи украина слава беларуси всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео